Добрый вечер. В Махровый социализм с нами не играли давно. В последнее время в ходу было такое вот царственное пожалование. В Кремле награждали людей, заслуги которых перед страной вызывали в основном изумление, непонимание или недоверие. Как, например, было с недавним награждением бедроса Киркорова. Его с царского плеча наградили званием народного артиста России. Единственный, на мой субъективный взгляд, единственный вклад бедроса в русское искусство – это его нагловатый сын Филипп. Если бедрос теперь наш народный, то царственно наградивший его, на мой субъективный взгляд, ошибся народом. И вот на смену такому сценарию орденоносных нелепостей совершенно внезапно прорвался вариант эпохи развитого социализма. Когда, если помните, была такая программа в рабочий полдень, там по заявкам трудоголиков пели всякие разные песни, жизнеутверждающие, например, «Может, главным конструктором стать современный рабочий». И вот Владимир Путин лично в Кремле наградил слесаря. Не преданного ему генерала, там, любимого артиста, кому-то нужного политика, а рабочего с Горьковского завода Анатолия Запалова. Анатолия Александровича Запалова. Как и полагается, сценарий воссоздали полностью, вот как по лекалу, даже без особых поправок на ушедшее время. Слесарь Запалов, передовик производства, рационализатор, наставник молодежи, 36 лет отдал родному заводу, сделал более 50 распредложений, направленных, естественно, на улучшение условий труда, на повышение качества выпускаемой продукции, на экономию материалов. Анатолий Александрович передает свои знания и опыт молодым специалистам, подготавливает студентов профильных учебных заведений к работе. В общем, к такому некрологу не хватает только разливного пива из металлической бочки, газеты «Правда» и партсобрания привычного, ну, чтобы атрибутика была полностью соблюдена. Причем, вот ни на секунду не сомневаюсь в личных достоинствах награжденного. Действительно, всю жизнь на заводе, действительно мастерил, переживал душой, там, изобретал, наставничал, вне всякого сомнения. Причем, вот, наконец-то, заметили, ну, по крайней мере, сделали бит, что неравнодушные. Оценили, на самом деле, повезли в Кремль, где вручили позабытой, оставшейся в прошлом веке иллюстрации несуществующего социализма, орден-знак почета. Осовремененный ровно на одно потерянное слово «знак» и ставший просто орденом почета. Им потихоньку награждали и награждают, ну, в основном, людей иных достоинств. Вот у нас, например, орденоносец Павел Астахов, Олег Бородеев. И, кстати, Михаил Задорнов тоже имеет этот самый орден почета. Но вот, чтобы вот так, на самом деле, рабочего громогласно, когда вызывают в Кремль, вешают орден, рядом люди, цветы, оркестр, это вот из советского прошлого. По крайней мере, я помню, как в детстве по телевизору нечто подобное наблюдал. Причем вот в то время, в социалистическое, которым пахнуло на меня, Горьковский автозавод делал автомобили такие же плохие, как вся наша автомобильная промышленность. То есть, не хуже и не лучше, но, может быть, в чем-то похуже. И это абсолютно не мешало коллективу ходить в орденах. А самое главное, если помните, у нас был такой знак качества, пластмассовая нашлепка. Он на грузовиках Горьковских, на Волгах практически не встречался, а на грузовиках был. На газоне 53-м он был, на 66-м газоне был. Наши собратья по СЭВу называли этот знак «Сделанный человеком без головы». Ну, качество было действительно совершенно ужасающим. Вот нынешний газ, на самом деле, в качестве не преуспел. Единственное, в чем он преуспел, это в сокращении модельного ряда, потому что из всего многообразия у них на двери, по большому счету, осталась только одна совершенно невыносимая газель. Причем газель машина древняя, ее приписывают перестройки, полагая, что это вот такое дитя перестройки. На самом деле газель, эта машина разработанная в советское время. Госплан еще придумал эту машину и заказал ее. Было несколько поток, даже собирались в Азербайджане построить завод специально по выпуску вот этого аналога. Но потом решили, что достанется заказ Горьковскому автозаводу, будет только газель, хотя собирались полуторку создавать сразу в нескольких вариантах. На сегодняшний день Горьковский автозавод делает только одну эту машину. Ее, в принципе, можно как раз старым социалистическим знаком качества наградить по праву. Абсолютно будет полное совпадение. Машина знаменита в основном тем, что она вызывает истерическую агрессию у администрации завода. Когда газель публично отлучают от госзаказов или не пускают то в маршрутки, то в скорую помощь. Был по этому поводу несколько лет скандал тому назад, когда не пустили. И тендер был сформулирован таким образом, что газель туда не пролазила никак. Вопли были, конечно, катастрофические. Причем тогда зампред правления Горьковского автозавода, Лена Матвеева, мне лично рассказывал о том, какое замечательное качество у газели, о том, что наработка на отказ возросла, количество обращений в дилерскую сеть у владельцев газелей резко сократилось. Ну, я себе, конечно, представляю людей, которые ездят на газелях и ремонтируются в сервисе. Ага, даже один раз в книжке почитал про такого. И вот в этой возрожденной игре в развитой социализм, в принципе, так и полагается. Как бы не мучился завод на всю страну, как бы нелепо он не барахтался под тяжестью результатов своего труда, пролетариат тут абсолютно ни при чем. То есть рабочего надо уважать. Лучше всего публично, на всю страну, в Кремле, хотя бы на пять минут. И неважно, что творит предприятие и какое качество его продукции. Рабочий не виноват, что все остальное вокруг него не получилось. Вот лично его гайка прикручена насмерть. Все. Значит, это есть тот самый виток истории, который непременно фарс. Потому что, как всегда, рабочий сам по себе, предприятие самого по себе, Горьковский автозавод является вот этой как раз блистательной иллюстрацией. Причем вы заметили, что махровый социализм к нам начал возвращаться как-то внезапно, но по многим направлениям. Потому что во многих городах появились доски почета. И на этих досках почета опять засияли несколько мрачноватые лица передвяков производства. Хотя, например, в Балашихе на доске почета там номером один висит местный поп РПЦшный. То есть передвяки производства уже духовного тоже попадают туда. Но это почетные граждане. Вот этот вот махровый социализм, он мне чем нравится? Тем, что людей можно всегда наградить. Неважно, как работает в целом завод. Представляете себе, у Форда, например, или у Тойоты в Америке. Вот у Тойоты сейчас огромное количество исков. Они проводят отзывные кампании по нескольку миллионов автомобилей. Последний раз, когда они платили штраф по постановлению американского суда 17 миллионов долларов. Что говорит о некоторых нюансах качества Тойот. И на этом бы фоне, предположим, парламент Японии награждал бы каким-нибудь почетным самурайским мечом лучших производственников Тойоты. Не стыкуется как-то. Вот такое ощущение, что в нормально устроенной экономике все в ответе за конечный результат. И не может такого быть, что в целом работа предприятия отвратительна. Машины разваливаются, колеса отпрыгивают. А персонал, ну, действительно ведь хорошие же ребята. Ну, почему же не наградить? Это особенность нашего производства, в том числе автомобильного. По отдельности смотришь, пообщаешься со следствием, сборщиком. Классный мужик, толковый. Поговоришь с технологом. Голова мужик. Поговоришь с инженером. Знает тему. Поговоришь с конструктором. Ну, молодец. Москвич умеет в состоянии действительно компетентной. Закупаем импортные комплектующие, как агония завода «Москвич». Двигатель Рено. Сцепление «Лукас». Привода импортные. Тормоза были тоже «Лукасовские». Амортизаторы уже чужеродные были. Даже железо хорошее нашли. В результате что? В результате «Москвич». Какой итог? Завод скончался. Получается, что часть коллектива совершает какие-то трудовые порывы, подвиги. Очень качественно и очень грамотно работает на своем рабочем месте. Причем настолько грамотно, что их можно заметить на уровне Кремля. Позвать на личную аудиенцию к товарищу Путину. Орден вручить. А в результате мы имеем вечный рефрен нашей повседневной жизни, когда мы с недоверием, переходящим в откровенную нелюбовь, относимся к родному автопрому, с подозрением смотрим на результаты собственного труда. И вот сейчас, когда на ГАЗПО контрактной сборке попалась «Шкода Йети» и «Шевроле Авео», часть людей, приходящих к дилеру, спрашивает, эта машина какой сборки? Говорит, ну, это вот Горьковская. Извините, я не возьму, я пойду к другому дилеру, у которого возьму машину другой марки, не касавшуюся рук, не касавшихся руками рабочих нашего пролетариата. Мне очень многое светло и памятно в развитом социализме. В те времена у меня было счастливое детство, переходящее в не менее счастливую юность с абсолютно зеленой травой, мороженым за 19 копеек, квасом по 3 копейки пива я не пил тогда, и пиво я не пил по сию пору. Поэтому вот лично мне в таком подходе много ностальгически приятного. Мне жалко другое. Не меняется суть, не меняется качество. Людей награждать надо всегда, потому что не всегда люди виноваты в том, какие результаты коллективного труда происходят. Но то, что вот сейчас это вдруг резко вознеслось пред нами, пред ясной очей, и нам показали замечательного совершенно слесаря Запалова, награжденного и вставшего в один ряд с Добродеевым, Михаилом Задордовым, гениальным совершенно омбудсменом Астаховым, гениальным, с которым с каждым днем все шире, круче, и, по-моему, он уже наработал на Героя России, в этом пантеоне славы, наконец-то, один реальный человек труда, замечательно. Я жду дальнейших шагов. Я жду обязательную политинформацию, я жду Порторга, я жду Портсобраний, возрождения юношеских организаций, организаций для взрослых, которые будут мне рассказывать, как жить, что думать, куда шагать, и как относиться к увиденному, потому что, когда я вижу результаты труда Горьковского автозавода, мне почему-то нерадостно. Вот за рабочего мне радостно, а за результаты труда, частично связанных, в том числе, с этим рабочим, мне безрадостно абсолютно, как и было при развитом социализме. Перерыв на новости. Прямой московский телефон Сергея Асланяна. 65 10 9 9 6. Он же, на самом деле, входные ворота к разговору в рамках эфира на Финам.фм. У нас Юрий. Здравствуйте, Юрий. Добрый вечер. Здрасте. Вы меня, пожалуйста, извините. Извиняю. Да, вот. Потрогайте руками все, что вас окружает. Потрогал. Потрогали, да? Да. Это все создано слесарями. Да. Причем достаточно высокой квалификацией, кстати. Иногда сборщиками, иногда инструментальщиками. Понимаете, у этих людей золотые руки. У большинства, да. Я думаю, что у слесаря из газа... Они не виноваты, что у них тупые начальники. Кстати, да. Вот. Вот, Юрий. Почему вы так вот относитесь к людям, которые умеют поработать руками? Уточните, а как именно я отношусь к ним? А вы как-то немножко негативно относитесь. Вот там какого-то слесаря с Нижнего Новгорода немножко подвинули. Ну, его наградили. Этот человек действительно отдал действительно часть своей жизни. Да. Этому заводу. Его зовут Анатолий Александрович Запалов. И это замечательный слесарь, у которого действительно золотые руки. 36 лет на заводе, да. Действительно очень серьезно. У нас убили все производство в стране. Да. Этих людей вообще надо... Почему наши ракеты падают? В том числе и поэтому. Вот. Вы простите меня, пожалуйста. Да, пожалуйста, Юрий. Скажите, Юрий, вот как вы думаете, для того, чтобы вот на смену Анатолию Александровичу Запалову пришел другой слесарь, который сейчас зовется, условно говоря, Коленька, Петенька, Молоденький, вот чтобы он пришел на предприятие, чтобы у него были золотые руки, что нужно изменить в стране? Или не нужно ничего менять? Ну, знаете, я 20 лет проработал в международной компании. В какой компании? В международной. Так. Вот. Где выполнялись все трудовые, все трудовое законодательство, была достойная зарплата, у меня была социальная гарантия на все случаи жизни. От смерти до медицинского обслуживания. К счастью, не все пригодилось из соцпакета. Все пригодилось. Даже смерть? Были разные ситуации. И меня отвозили на скорой помощи, и как, ну, я не помер. Хорошо. Замечательно, Юрий. Была страховка на смерть. Хорошо. Ну, давайте вернемся к автопрому и к слесарям. Вот у нас к качеству автомобиля, я не знаю, как у вас, у меня к сборке, и в том числе к работе слесарей-сборщиков на конвейере, есть претензии на автовазе, на горьковском автомобиле. Вы знаете, у меня, я сейчас работаю на предприятии, да, потому что мою фабрику закрыли, очень добрые люди. Вот. Я сейчас работаю на предприятии, где используются, ну... Ну, говорите, какие есть. Батраки. Как его? Батраки. Ну, все, да. Вот. Да, вот это, это реальная вещь, это сегодня существует. Мы знаем это. Есть хозяева, есть батраки. Да. Вот. И наплевать на качество. Хорошо. Не может быть качества в плохих условиях, когда люди принужденно работают без всякого удовольствия, они не могут дать вам качества. Юрий, простите, перебью, но давайте не будем идеализировать социалистический конвейер. Тогда горьковский автозавод гнал точно такую же бракованную продукцию, как и сейчас. Хотя о нем заботился, о каждом рабочем. Профсоюз. Ну, вы знаете... У него был соцпакет, бесплатная квартира. Все это было. И что? Социализм, в общем-то, ну, это не та, может быть, модель, которая сейчас может помочь. И тогда не помогло, и сейчас не помогает. Ну, хорошо. Вот для того, чтобы у нас слесарь-сборщик на производстве... Я еще раз вернусь к своему 20-летнему опыту. Давайте. Когда люди относятся к людям по-человечески, и никогда нет насибия. Понимаете, я заинтересован... Принуждения в труде. Я каждый день стою утром и иду на работу с целью, чтобы моя компания стала передовой в мире по качеству и количеству продукции. Понимаете, у меня есть интерес. Я сплю и вижу это. Потому что я знаю, что я работаю у людей, которые меня, в общем-то, любят. И даже ценят. И ценят. А что, в автопроме никто никого не ценит? Почему такие результаты труда? Не знаю, как у... Вот. Но насчет слесарей. Давайте... Давайте будем любить слесарей. Да, у них, понимаете... Все считают, что у них низкая квалификация. У шестого разряда это вряд ли. Да. У него золотые руки. Да. Вот я, как фрезеровщик четвертого разряда, подтверждаю, что добиться шестого разряда, это действительно сложно, это большой труд. И, Юрий, вы напрасно услышали какую-то претензию у меня по поводу к награжденному. Потому что товарищ Запалов, Андрей Александрович, он действительно заслужил эту награду. И то, что на его примере у нас стал возрождаться махровый социализм, по крайней мере, в своей пропагандистской риторике, это пример, который к нему отношения не имеет. Потому что людей действительно надо награждать. Алло. Так, вот так вот получается, что алло не состоялось. Ну, попробуем еще разочек. Здравствуйте. Я надеюсь, вы с нами. Да, здравствуйте, Сергей Степанович. Давно слушаю вашу программу. Очень нравится. Так что, хотел бы пожелать вам удачи в дальнейшем. Спасибо. Ваше встречание. У меня такой вопрос. Немножко там не по теме, но основной темы, так сказать. Хотел бы интересоваться по машинке. У меня IS-30 Hyundai 2009 года. В этом году хочу продавать, поскольку как бы уже срок, так сказать, и гарантии, как таковой стекает. И такая дилемма. У меня хобби как бы подразумевает бездорожье. То есть я там люблю копать с прибором металлоискательным. Ну, то есть мне вот бездорожье. И склоняюсь к машинке Mitsubishi Pajero. Где-нибудь с года десятого, наверное, вот так вот. Что скажете? Вот по i-30 и по Pajero. Ну, i-30, я думаю, что он вас не разочаровал. И, скорее всего, вы счастливый владелец этой машины. Вряд ли она сломалась. Вряд ли вы хоть раз приезжали на галстуке. Ну, в том смысле, что на эвакуаторе или на веревке в ремонт. На i-30. Или было такое? Нет, такого не было. Единственное, что сразу, наверное, может быть, где-то после полугода. Вот подвесочка. То есть, конечно, как погремушка. Особенно в холодную погоду. То есть как только зима, то есть все гремит и едет. Как-то так. И в основном, небось, по стабилизатору. Втулки стабилизатора первыми, скорее всего, начали простукивать. Да-да-да-да. Вот как бы, да, такая проблема. А в остальном, в общем, проблем не было. И заводилась в любую погоду. И сколько она, кстати, пробежала у вас? Так, вот сейчас смотрю, 88, 691. И без проблем. Ну вот я ищу бегать и бегать. А Паджеро, конечно, это правильно. Особенно с Суперселектом. То есть самый правильный набор, это вы берете Паджеро. Причем не американца, а европейца. Вы берете его с Суперселектом и с автоматом. Получаете внедорожник. Причем где-нибудь, наверное, 2009-2010 года он может даже оказаться семиместным. Потому что сейчас на наш рынок эта модель приходит только в пятиместном исполнении. Ну, поскольку действительно мало кому нужно, чтобы там было шестое, седьмое посадочное. Проще сделать там хорошую нишу для всякого там барахла и прочих полезных вещей в быту. Как всегда, будьте осторожны. Потому что причина, по которой предшественник ваш избавляется от данной машины, скорее всего от вас будет скрыта, как страшная тайна военная. Если машина хорошая, ее же не продают. Значит, ее продают, потому что хотят либо избежать, например, большого ТО, зверски дорогого на рубеже 100 тысяч, либо с этой машины подшаманили и дальше думают, а не сдать ли ее в какие-нибудь вторые надежные руки. Не обманывайтесь, потому что на вторичном рынке нет у людей причины для того, чтобы осчастливить дальнего своего хорошим приобретением по выгодной цене. Выгодная цена бывает только там же, где и бесплатный сыр. Ну да, да, понятно. К сожалению. Но направление верное. Если вы не найдете себе Pajero, причем избегайте дизельного, берите бензиновый, потому что в дизельном вы просто замерзнете зимой. Даже металлоискатель не поможет. Либо смотрите Pajero Sport. У Pajero Sport также грамотно настроен Super Select, то есть у него блокировка принудительная, механическая заднего дифференциала, что позволит вам выбраться, а когда будете удирать от правоохранительных органов либо от конкурентов, вам это тем более поможет. Спасибо вам огромное. Но самое главное, будьте очень подозрительны к ласковым предложениям, потому что ласка в глазах продавца обещает потом горестное разочарование. Так, Александр у нас на линии. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Вячеслав Добрый. Здравствуйте. Знаете, ведь история же с награждениями простого рабочего народа, она же появилась уже в современной России не сегодня и даже не вчера. Очень правильная история, ведь на самом деле людей, рабочих, надо награждать. Ни генералов, ни политиков, ни Киркорова. Награждать надо на самом деле всех, если они хорошо работают. Да. Ключевое слово «если». Если. А у нас зачастую, к сожалению, награждаются за 35 лет безупречной работы, но при этом результаты этой работы очень хочется заставить человека, который эту работу делал, дать он пользоваться плодами своего труда. Желательно избежать этого ему. К сожалению, нет. Понимаете, у нас в стране были замечательные и чудные большие гиганты, там типа Вятского завода молота оружейного, типа Ижмеха, Шижмашем. Вятск-Полянский, да. Да, если поднять указы президента за последние 20 лет, то там с регулярной периодичностью можно будет увидеть награждение орденом почета, медали за заслуги периодотечества второй степени и так далее, и так далее. И награждают тех людей, чью продукцию в руки брать страшно. Причем не только на уровне конструктива, но и на уровне исполнения. Потому что... То есть на уровне Ижмеха и Вятск-Полянского молота, да? В том числе. Потому что чем руководствуется тот самый слесарь, который забивает резьбовое соединение, а не закручивает его, чем руководствуется тот самый слесарь, который, скажем, на том же Ижмехе с Ижмашем, занимается производством оружия, и оно у него выходит, мягко говоря, кривое. Это мягко. И это призна на глаз. Да, это мягко. Да, мягко говоря. И после этого эти люди за 35 лет безупречной работы получают себе очередные награды. Надо сказать, те же самые награды, которые получают люди, которые действительно безупречно отпахали не один десяток лет, но только работали по-человечески. Вот это вызывает определенного рода вопросы. Это, кстати, тоже система при социализме? И помните, как в армии, например... Эта система родилась еще до социализма. Согласен. Система была и в Российской империи под названием награждение нижнего чинов с барского плеча. Награждение непричастных, наказание невиновных. В том числе и так. Да? Поэтому... Александр, простите, что... С красной орденской ленточкой, и там было три полосочки. Три, две и одна. Это вот просто за сам факт того, что ты там служишь. Причем мы были единственной армией в мире, где за выслугу давали медаль, а за ранение давали нашивку. А во всем мире наоборот. Вот тут, извините, Сергей, вы ошибаетесь. Причем ошибаетесь очень сильно. Мы далеко не единственная армия. Причем не только армия бывшего ОВД. Да, на Западе такие же вещи есть. И за выслугу лет. Другой вопрос, что вот медали за выслугу лет зачастую давались не только за просиживание штанов неизвестно где. Да, но и за то, что всегда писалось скользованным языком под названием тяготые лишения воинской службы. И послужить 10, 15, 20 лет где-нибудь под Марами или еще в какой-то Желарде. Ну, в общем, это достойно награды. Ну, я бы давал все-таки за ранение награды, а не только за сам факт выслуги. Ну, выслуги... Если человек ранен, ну, как бы награждать его за что? Да, он проливал кровь. Если при этом совершен геройский поступок, он получает соответствующую награду. Начиная от медали за отвагу и заканчивая героем Российской Федерации, Героем Советского Союза. Это понятно. Тут я с вами категорически не соглашусь, поскольку сам факт человека, особенно нижних чинов, направленных не по собственной воле и проливших кровь, это все-таки должна быть награда, а не нашивка. Перерыв на новости. Телефон прямого эфира 65 10 9 9 6. Попробуем поговорить немножко об автомобилях. Алло, Павел, здравствуйте. Алло. Вас не слышно, не видно, но дыхание ощущается. Есть такое ощущение, что вы рядом с нами, но по какой-то причине... Алло. 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 Это уже вы, вы в эфире, мы вас слушаем. Кстати, я вас... Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Павел, говорите. У меня великолепный автомобильчик, правда, очень старенький. СААП 9000. Ух ты! Очень не любая машина. Ух ты! Сколько ему лет вашему? В этом году совершеннолетний, 18. Замечательно. Какой пробег? Я думаю, что он скручен, потому что 230. Мне кажется, это маловато. Ну, да, скорее всего, скручен. Действительно, у вас замечательная машина, и очень жаль, что фирма СААП скончалась, она не заслужила такого бесславного конца. Да, да, да. Очень сильно по этому поводу переживаю и сильно удивляю ценники на запчасти, конечно. Абсолютно неадекватные. Ну, вы же владеете музейной ценностью. Это практически то же самое, как голубая испано-сюиза имени гражданина Вертинского. Что вы хотите? Содержание подобного раритета, оно требует коллекционного подхода и в том числе коллекционных затрат. СААП 9000, это замечательная машина. Очень нравится, когда приезжаю на сервис, и ребят начинают сильно улыбаться автомобилям. Да, да. Ну, знаете как, многие машины вызывают такую добрую улыбку. Вы попробуйте на сервис приехать на горбатом Запорожце, вас качать на руках будут. Согласен. Я вот в последнее время присматриваюсь либо к Ауди А6, либо к BMW 5-й серии. Ух ты! Ну, потому что как бы 9000 меняется на что-то другое, абсолютно не хочется. Ну, самолет на самолет, понятное дело. Ну, как бы да. Если есть мотор от мистер Шмидта, на другой уже не сядешь. Да. Ну, BMW-то, конечно, по драйву будет поближе. Единственное, что задний привод и передний привод придется переучиваться. Вы же сколько лет на своем родном СААБе? Ну, на этом три, а до этого ездил на заднеприводном. А, ну, в таком... Даже ближе. Тогда, конечно, BMW, тем более, что, смотря какую машину вы себе возьмете, но некоторые из них ведь позволяют в управляемом заносе еще хвостом повертеть. И для опытного водителя вот это умение выставить машину на нужную траекторию, причем безопасно для окружающих, это, конечно, очень интересный подход к жизни. И пятерка BMW тому способствует? Ну, я вот присмотрелся, мне очень понравилось, у товарища брал поездить, но у него шестого года дизельная пятерочка. А, с хорошим моментом. Очень понравилось. Да, да. Дизеля вообще BMW-шные очень правильные. Вот по Европе-то они вдвоем конкурируют. Peugeot в диапазоне до двух литров и свыше двух литров BMW. Вот молодцы абсолютно. И если вам улыбнется BMW, хватайте сразу. Вопрос в том, откуда она взялась такая хорошая. Вопрос вторичного рынка, как всегда. Или вы за новым? Вторичка, да, это сложный вопрос. Разве в последнее время я все больше склоняюсь к тому, что может стоить родной СААП отреставлировать и ездить на нем еще лет 10-15 сейчас его. А по кузову он как? Кузов? Ну, это же СААП, он весь оцинкованный. Он не гнилой нигде. Ну, в общем... Только там, где его били, цинк повредили. И, собственно, в этих местах появляется ржавчина. Ну, если там тем более по сварным стыкам, где там лонжероны и прочее, ржавчины нету, тогда машина ваша действительно достойно проживет еще долгие годы. А по ремонту что, как-то много серьезного? Или по мелочи нужно просто подобрать? Как она? Я бы не сказал, что много серьезного. Где-то красочка пооблупилась, все подкрашивается. Ну, это все по кузову. То есть, Павел, я так понимаю, что машина вам не надоела. Вы присмотрели... Ну, я не знаю ни одного человека, которому надоело 9 тысяч. То есть даже те, кто от них в свое время избавились, сейчас по-своему их отминают. Да, сейчас их жалеют. 9 тысяч, 900... А 99-й, если вы помните такого, давняя была машина. Да-да-да-да, было. Павел, если у вас есть возможность сберечь свой СААП, хранить его, оберегать его, ездить на нем, поддерживать его в надлежащем состоянии, то пусть у вас красивой мечтой останется BMW в виде постера над кроватью. А СААП реально в вашем сердце, в ваших руках. И он долго будет служить. СААПы, они молодцы. Они проиграли битву за рынок по своей принадлежности к Швеции. Инженерная школа потрясающая. Кабы у них в Тральхеттане на заводе рабочий не получал столько же, сколько премьер-министр, все бы у них получилось. Жаль. Бесславная кончина славной марки не заслужила она этого. Алло, Иван, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Спасибо вам большое за передачу, за вашу. Спасибо вам, что слушаете, Иван. Вы знаете, хотелось бы задать вам вопрос по поводу нового форда-эксплорера. Вы можете плохого или хорошего сказать? Ну, про эксплорера, поскольку меня спрашивают в каждой программе, я в каждой программе приблизительно говорю одно и то же, и у всех вкратчиво спрашиваю, а служили ли вы в армии? Нет, ведь у нас запасы сбора были. Их, Иван, то есть вы не бегали по полосе препятствий, рядом с вами не взрывалась граната и не обдавала вас нашим субстратом, нет, по всей лицевой части черепа? По полосе препятствий бегал, противогази, но вот граната не взрывает. Тут вот вопрос. Дело в том, что фирма Ford, согласно ролику, сопровождающему эксплореру на нашем рынке, настаивает на том, что любой человек, который хочет купить себе эксплореру, должен быть достойный этой легенды. Потому что машина легендарная. И они показывают, как именно стать легендарным человеком при жизни. Для этого нужно обязательно служить в армии. Для этого, состарившись до образа 40-летнего, в 25 обязательно жениться. И там, если вы помните этот ролик, все подробно расписано. Когда дети, какие самолётики с ними клеить, как бегать по этой самой полосе препятствий, и как потом, сидя в офисе, если вы не сидите в офисе, вам эксплорер не подойдёт, а ну, как сидя в офисе и тыкая пальчиками в клавиатуру, наконец-то дозреть до легендарности, сопоставимой с выбранным автомобилем. Вот если весь этот жизненный путь как-то более-менее коррелируется с вашими биографическими данными, тогда вы можете себе позволить эту машину. А так вы приходите к дилеру, а он говорит, ну-ка, военный билет на стол. Он говорит, что такое лейтенант запаса? Нет, извините, вон, видите, тётя Маша стоит. Вот она прошла полосу препятствий, мы сейчас беленький такой завернём, и она уезжает счастливая, а вы, Иван, идёте покупать себе другую машину. А вообще это очень хорошая, очень грамотная, очень классно сделанная легковая машина, которая имитирует грубость, мужественность, рачитость, и у всех создаёт иллюзию вот той самой легенды, до которой она сильно не дотягивает. Потому что даже предыдущее поколение Эксплорера на независимой полностью подвеске уже было скорее такой легковой разновидностью. Вот первый, да, второй, о, это были крутые ребята. Нынешний взяли платформу Volvo S80, переосмыслили, накрыли её красивым кузовом, носовали туда гаджетов везде, где только можно. Потом сказали, Иван, вы легендарный человек, купите нашу легенду. Вот теперь ваш ход. Спасибо. Иван, вы потрясающий человек. Вы смогли из того, что я сказал, извлечь рациональное зерно. Я вам за это очень признателен. Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Это тоже Иван, но уже по другой машине. Да, сегодня день Иванов, это замечательно. У нас было сначала два Юрия, сейчас два Ивана, у нас ещё недобор по Александрам и Павлам. Да, да, да. Вот я являюсь счастливым обладателем Peugeot 308, 1,6 автомат. Ух ты. Многим нелюбимый, так же и мной. Вот ему недавно исполнилось два года и пробег 77 тысяч. И вот вчера, вот первый раз, единственное, мне подкинула такую подляну машина, ну, благо я доехал до дома. У меня сгорелась ошибка по коробке. Так, давно пора. Вот, да, и я такой остановился, заглушил её, снова завёл. В третьей попытке у меня эта ошибка ушла. Вы прогнали её, вы изгнали её своими грамотными действиями. Изведи ошибка, и ошибка изыдилась. Да, и вот такой вопросик. Вообще, что дальше ждать? Придёт она ко мне, или всё-таки это было так? Да. Какое-то минутное помутнение у неё. Баг нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждёшь. У вас коробка и так, в общем, как-то зажилась на этом свете. А моторчик-то у вас турбированный или нет? Нет, обычный вот. Нормальный атмосферник, да. Как бы не до BMW, который, как бы. Ну, стоп, минуточку, два года, ничего подобного. У вас он сколько лошадиных сил, 120? 120. Ну, он в BMW в полный рост, он и есть. С теми самыми узенькими масляными протоками, которые обычно засоряются и обременяют капитальным ремонтом дилерскую сеть при пробеге после 15 тысяч километров с заменой головки. Ну, просто вам повезло, Иван, вы счастливые. Вы тот самый Иван из русской сказки, которому невероятно везёт. Потому что ваша печка едет по траектории, намеченной вашей опытной рукой, и никаких проблем. Единственное, что вот с АКПП. И то хорошо. Она, знаете, как бывает в морозы, когда у неё вдруг куда-то девается вся программа управления, и двигатель говорит, Иван, я бы, конечно, поехала, но только коробки-то у меня вообще нету. А коробка говорит, а я померла. Коробка капризная, сложная. Это первая проблема. Я очень надеюсь, что ваше везение на этом не заканчивается. Сейчас вы благополучно переживёте самый трагический день в году, а именно 8 марта, со своей машиной. И после этого проживёте ещё долго и счастливо до появления, например, 308-го, следующего поколения, который уже заявлен и даже, может быть, будет показан в Женеве. То есть через годик вы пойдёте купить себе следующую 308-го. Ну, я бы в идеале, конечно, послушав вас 508-й, прям вот так. ГТ-шку. ГТ-шку 2.2. Вот это будет действительно потрясающая машина. Это будет драйверский кар. Но с нашими дорогами всё-таки лучше полный привод брать. Лучше, да. Потому что это кошмар. Тем более я вот живу в замкаде, а у нас как-то не считают нужным чистить снег. Вот. И пробираться не всегда получается. Один раз я паркуюсь, закопался так, что у меня вывесились задние колёса. Я прямо просто так зарылся снег. Иван, и это при том, что наш герой Собянин лично в телевизоре учил лопатой разгребать снег крепких ребят, которые с изумлением ели гречную кашу на ночном построении личного состава перед товарищем Коммерсеном. И тем не менее, видите, Москва контрастирует, несмотря на все свои успехи, с областью, в которой вы живёте. Там вам даже удаётся заднюю ось вывесить. Полный привод, наше всё. Мы страна полного привода. И у Peugeot, что плохо, у них реализация полного привода, к сожалению, отдана на Mitsubishi платформу. И ASX в исполнении Peugeot. Ну, он стоит таких денег, что можно уже спокойно перебегать в другую нефранцузскую семью. К сожалению. Французы вообще не любят полный привод. Иван, вы в этом отношении, так же, как и я, кстати, в абсолютном тупике оказываемся. Сергей у нас на линии. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Очень интересная передача. А мне тоже нравится. Спасибо. Да, всем нравится. Скажите, пожалуйста, вот планирую покупку Skoda Superb 1.8, но с автоматом. Правильно. Они тут пошли, наверное, не очень давно. Потому что читал про DSG страшных вещей и поэтому испугался. Что вы можете сказать про этот автомобиль? Он замечательный. Superb вообще чрезвычайно успешная машина. Она интереснее, чем Passat. Она превосходит Passat. Это очень болезненно для Volkswagen, что Superb, казалось бы, такой подбренд, не главный, а второстепенный, обыграл и сделал машину более привлекательную. Superb вообще чрезвычайно удобная машина. И вот просто к слову, знаете, если мы любим апеллировать каким-то авторитетом, то у Михаила Подорожанского, главного редактора лучшей в нашей стране автомобильной газеты, Авторевью, у него собственных две машины. Porsche 911 и Superb. Вот он на своем Superb ездит абсолютно счастлив. Я его прекрасно понимаю. И мотора 1.8, что здорово, этой машине хватает. И на автомате очень хорошо. То есть проживет она у вас лет 10, потом просто надоест. Вы ее продадите, потому что скажете, слушайте, ну, мир ушел вперед, ну, сколько можно на этом ездить? Вряд ли у вас будут другие претензии к этой машине. — Спасибо большое. А про Авторевью с вами тоже абсолютно согласен, потому что все остальные как-то не дотягивают, ну, очень сильно. — Очень сильно не дотягивают. И Авторевью, собственно, она идет впереди, она является законодателем. Вот то, что придумывает Авторевью, потом остальные реализуют. Авторевью обыграть невозможно, потому что Авторевью сама является автором информационных поводов. Остальные только плетутся в хвосте. Перерыв на новости. Пара вопросов с сайта. — Сергей, неужели Вебаста не спасет зимой водителя дизельного Паджеро? Только, собственно, Вебаста и спасет. Но у нас был разговор о вторичном рынке. На вторичном рынке, что есть, то берешь. А на самом деле другого варианта просто нет. От Ольги крик души. Звонила-звонила, не дозвонилась, поэтому, естественно, клавиатура нас спасает. Купила в декабре дизель FX30. Это Infiniti. На 2000 километров перегорела противотуманка. Всего горело пару часов, наверное. Очень неприятно. Как вы думаете, мне должны ее починить по гарантии или нет? Ольга, вам ее могут починить по гарантии только в случае персонального уважения лично к вам. На самом деле, лампочка и прочие нюансы являются расходниками. Причем я сильно подозреваю, что она у вас не просто перегорела. Что она у вас в дребезге погибла. Потому как противотуманки, они обычно стеклянные. Вы едете по нашей раскисшей действительности и на раскаленное, по крайней мере, на подогретое стекло, у вас приходит, например, холодная водица. Вот и все. Потом она разлетается совершенно невероятно на мелкие дребезги. Не всегда это заметно, но трещины там менять приходится в сборе. У нас Виталий. Здравствуйте, Виталий. Добрый вечер, Сергей Степанович. Я рад вам. Пожалуйста. Стоим вам перед выбором автомобиля Volkswagen Multiland. Желательно новое. Так, а в чем проблема? Что посоветуете? Нужен ли этому автобусу вообще полный привод? То, что это будет автомат, это однозначно. А вот нужен ли автобусу полный привод? Вот в этом как бы сомнение. Потому что ценник зашкаливает за 2,5 миллиона. Да, а поскольку ценник зашкаливает за 2,5 миллиона, то вы можете за эти деньги пойти и купить, например, Виана полноприводный. И после этого свысока посматривают на владельцев Volkswagen. Как вариант. Вообще, если благоволит обстоятельство, а также наличие средств на вашей карточке Visa Platinum, то полный привод всегда предпочтительней. Ведь в нашей стране ничего не изменится. Дорог у нас не будет. Мэр города будет совершать свои персональные подвиги, а дороги так или иначе расчищены тоже не будут. И если гипотетически полный привод данной машине полагается, это был бы идеальный вариант. Но да, стоимость чудовищная. Потом, вот те два мультивена, которые находятся у меня, ну, два Volkswagen, которые находятся под наблюдением, они с разными дизельными моторами. Но у них постоянная проблема с электрикой и с аккумулятором. Два новеньких автомобиля, они на веревке туда-сюда только и катаются к дилерам. Это какая-то патологическая особенность. Не знаю почему, при разнице моторов у каждого из них за ночь умирает аккумулятор. Приезжает в тепло, все хорошо. Это называется «Здравствуй, юг». Не хочу жить, я на севере. А там же, в том же гараже живет Виана. Ну, хоть бы что с ним произошло. Ну, правда, да. Это Мерседес. А к Мерседесу мы все относимся с трепетом, придыханием. Хотя совершенно необязательно трепетать и придыхать. Вот, Виталий. Ой, спасибо вам, Виталий. Так, Олег. Здравствуйте, Олег. Алло. Здравствуйте. Сергей. Здравствуйте, я рад вас слышать. Да не согласен я. Давайте. Не согласен, так давайте. Что же вы, молчите? Ну, я... Говорите. По поводу автозавода «Газ». Давайте. Давайте, Олег. Мне кажется, какой-то прогресс есть. В мэненджерной линице, по крайней мере. В чем? В мэненджерной линице. Вы имеете в виду Буандерсона? Да, да. Так. Вы грековчанин? Нижегородец или как? Нет, да нет. Я прекрасно понимаю, где находится «Газель», а где современный коммерческий автомобиль. То есть вы такой же москаль клятый, как и я, да, Олег? Ну, почти. Ну, почти. Ну, ладно. Так, хорошо, давайте про «Газ». Ну? Ну, дело в том, что раньше-то решения были еще хуже. Помните, вот «Газ» хотел делать «Жиз». Нашли, откуда они нашли эту махиндру и махиндру? Чучундру и чучундру? Из Индии они ее притащили. Было дело. Такое чудо они могли и сами сотворить своими силами. А причем у них же была более классная разработка, у них же была своя модель. Помните, она была под видом «Атамана», она в разных реинкарнациях появилась. Потом был «Газ Комбат». Вообще-то «Газ», ведь в чем парадокс? «Газ» был одним из лидеров нашей страны по полному приводу. И если бы Горьковский автозавод эту тему не похоронил, то мы, может быть, наконец-то получили бы нормальную, полноценную, полноприводную нашу русскую машину. А у нас при социализме все заводы в обязательном порядке были обязаны работать над темой полного привода. И Горьковский автозавод работал молодцом. Со времен Грачева вот эта школа была не утрачена. И сколько они интересных машин сделали. Ведь у них же даже в «Волге» они собирались сделать последних поколений полноприводными, а ничего не получилось у них. И заслуга в этом менеджмента. Ну, Олег. Да. Ну, тот же «Сайбер», они взяли этот «Крайфер» сильно на любителя автомобилей. Очень сильно. Вот они бы не ошиблись с ценой. Ведь это же чисто наше русское. Мы взяли машину, мы притащили ее из Америки, мы умаялись ее адаптировать. А потом в какой-то момент решили. А мы, между прочим, иномарку сделали, и на нее цену не назначили, а, выражаясь экономическим языком, ценник впендюрили. Как будто она иномарка. Рынок отшатнулся. Все. Маркетинговый просчет привел к гибели проекта. Хотя машина при другой цене, но она бы еще пожила. Все-таки автомат, хороший мотор, 2,4 мотор, у нее крепенький был. Дорожный просвет никакущий абсолютно. Но пожила бы она, старушка, лет 20 в нашей России. Потом бы за свою сошла, как Фиаты в Жигулях. Согласен полностью. Но все-таки они подсуетились и вот развернули производство иномарок на этом оборудовании. Не на этом, не столько на этом оборудовании, сколько в этих цехах. И Бо Андерсон молодец. Он как раз для того и пришел с GM, чтобы своей репутацией сюда привлекать людей. И работать с западниками, которые понимают, что когда наверху конторы сидит внятный их человек, их менталитета, это хотя бы какая-то, ну даже не гарантия, но по крайней мере заявка на гарантию. В этом большой плюс. А во всем остальном Горьковский автозавод продолжает изумлять тем, что они делают. Вот сейчас, конечно, Фольксваген, закусив у дела, во что бы то ни стало, бьется за качество. И фольксвагеновцы, они когда шли на эту контрактную сборку, они говорили, да, мы понимаем, там будут трудности. Это будет пострашнее Китая. В Китае там, по крайней мере, местное производство было готово на комплектующие переключиться. В России этого нет. И в России тяжело будет перевоспитывать людей. Хотя индустриальные задатки вот этого города, они как раз сыграли серьезную роль. Ведь могли же выбрать любую площадку. Могли, в конце концов, в тайге сказать, мы хотим здесь завод. Но в тайге рабочие быстро заканчиваются. В Нижнем Новгороде есть вот эта пролетарская культура, когда отец работал на заводе, сын работает на заводе. И дед, кстати, похоронен под забором этого завода. По крайней мере, династия, да. А результаты труда? Спасибо, конечно, что наградили Анатолия Александровича. Замечательный он человек, слесарь, 36 лет на заводе, да. Я запалываю, имею в виду. Но газель же невыносима. Черт, об нее сколько не бесит башкой, а она же не получается. А контрактная сборка GM пришел сейчас, GM через два года оттуда уйдет. У GM это четвертая по счету сборочная площадка. Она им нужна только сейчас для разминки. Они делают там только одну модель, причем варят ее вручную щипцами, потому что не собираются они вкладываться в производство. В отличие от Volkswagen. Они прекрасно понимают, что нижний это промежуток. У них будет свой расширенный завод в Питере, в котором они будут делать там порядка где-то, наверное, 300 тысяч. Но 250 они там точно попытаются сделать. А в Нижнем 20-30 тысяч АВЕО, ну и спасибо, нишевая модель, мы оттуда уйдем. И уйдут, и никакой Бо Андерсон не поможет. То есть не верят они в Нижний Новгород. В отличие от Volkswagen, которые туда пришли, притащили с собой инструкторов со Skoda, знающих русский язык и русский мат. И в состоянии наладить нормальную лингвистическую коммуникацию с пролетариатом. Олег, пара слов в защиту Горьковского автозавода и менеджмента от вас. Так, ну, допустим, грянул кризис, газ, значит, сказал, будем делать дешевую, для бедных. Это вы какой имеете в виду кризис, вот 2008 года или 1990? 2008 года, да. Причем после того, как сказал, 9 месяцев ее разрабатывал, там зеркала подешевле поставил, заднюю панель выкинул, поставил арголит. Пришел бы Андерсон, сказал, что давайте-ка лучше, может быть, будем делать более качественную, пусть и подороже. И, в общем-то, в принципе, он прав оказался. Все-таки какой-то, ну, прогресс, наверное, по качеству-то произошел. И, ну, и кроме того, какие-то они ворушек копытами, и новую модель пытаются сейчас запустить. Это «Газель Некс», которая? Ну, да, да. Да, у «Газа» есть только один очень большой плюс. Грандиозный плюс, и я искренне признателен «Газу» за этот плюс. Они не залазят в мой карман. Они пляшут со своих. У них не все получается, а, может быть, даже у них ничего не получается. Но они, в отличие от «АвтоВАЗа», не сидят на бюджете. Они все, что имеют, имеют за свой счет. Они выкручиваются, они стараются, они привлекают средства, они договариваются с партнерами, и они не идут к большому дяде за поддержкой и за тем, чтобы им ручкой золотили. Да нет, ну, как же, «Дерипаски»-то тоже помогали. Знаете как? Это его хозяйство. Это хозяйство «Дерипаски», но «Горьковский автозавод» на кредитах государства не сидит. А «Дерипаска» под сурдинку, в отличие от «АвтоВАЗа» повизгивающего, взял и уволил всех лишних. А «АвтоВАЗу» не дали, потому что «АвтоВАЗ» — это наше все, а «ГАЗ» — да что хочешь с ним, то и делай. И поэтому на «ГАЗе» персонал сократили, и никуда он, миленький, не пикнул, и пошел он на вольные хлеба пахать колхозные огороды. А все остальное, «Горьковский автозавод», вот, например, сейчас попытка установить импортные двигатели, попытка сделать нормальную «Газель-Некст» — это все со своих денег. И никакой Путин им кредит 75 миллиардов не дарил. Несмотря на то, что «Дерипаска» — да, это такой персонаж, который приближен к трону, и с этого трона у него тоже золотая пыль в обязательном порядке, в качестве нимба вокруг головы. Такой момент есть. Так, Игорь у нас на связи. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. С удовольствием слушаю вашу передачу. Времени мало осталось, но, может быть, успеете. Я давно езжу на BMW 46-й кузов. Ух ты. Полный привод, универсал. Очень правильно. 330. У меня свое мнение есть, но хотел бы бальзема немножко услышать с вашей стороны, если есть такой. Не продавайте. Ездите. Наслаждайтесь. Потому что это машина, которую совершенно не стыдно в любом возрасте предъявить сначала любимой девушке, потом детям, потом завещать внукам, потому что у вас BMW. А теперь небольшой анонс по поводу завтра. Завтра у нас состоится историческая встреча в прямом эфире. У нас здесь будут два представителя Volkswagen. Если вы помните, какое-то время тому назад началась потихонечку разборка, связанная с Volkswagen Tiguan и с некорректной работой ABS. Обратились ко мне взволнованные владельцы Tiguan. И для того, чтобы расставить все точки над «и», была проведена большая серьезная экспертная работа. Были взяты машины, они были оттестированы силами различных специалистов, включая Сан Сан Шипикуленко, одного из самых уважаемых и очень авторитетных людей, больших умельцев в экспертной работе. И завтра мы в прямом эфире, в присутствии двух представителей Volkswagen и одного представителя Tiguan клуба, будем подводить итоги. И завтра днем, а может быть даже утром, у нас на сайте будет размещен специальный ролик, 10-минутный, о том, как именно проходил первый раунд, когда Volkswagen вежливо ответил на вызов, поднял перчатку и предоставил машины на тест. На этом прощаюсь. До завтра. До свидания.